Что вы читаете, милорд? Слова, слова, слова. Комедия Дель Арте. Вообще, я очень люблю Италию, и все, что с ней связано, и она прекрасная и замечательная. Про комедию Дель Арте вы, конечно, все знаете на самом деле. Что это такое? Это, прежде всего, импровизация в масках. Откуда взялись маски? Во-первых, это греческая классическая трагедия, их маски, которые были большими, чтобы было видно, с галерки Колизея. У Колизея была галерка, наверняка же была. Ну, это не в Греции, это в Риме. Ну, это не в Греции, это в Греции. К черту подробностей, главная концепция. А еще маски взялись из карнавала. Карнавал в Италии – это такая история, которая всегда идет перед Великим постом, чтобы дать людям расслабиться. Самый знаменитый итальянский карнавал – это, конечно, венецианский карнавал. Вы знаете, как переводится слово «карнавал» с итальянского? Я – нет. Серьезно? Нет. Прощай, мясо. Да? Да. Карны баали. Прощай, мясо, потому что… Пост-пост? Пост, да, и ты больше мяса есть не будешь. Вот, карнавальные маски, которые, конечно, люди пытались на себя что-то напялить, не только для того, чтобы скрыть лицо. Такие, конечно, тоже были, которые неприлично появляются на карнавале. Им надо скрыть лицо. Потому что они будут есть мясо. Они будут всё. Не только мясо. Немного чего будут есть. Вот. Но еще им нужно было в этой маске поймать некий тип героя нашего времени какого-нибудь. Например, слугу, который называется «дзанний» по-итальянски. Слуга, уверкливый и хитрый, хочет поесть там и так далее, и так далее. Вот, и дальше эти персонажи, которые обобщенные герои нашего времени, они стали участвовать в каких-то всяких представлениях. Представления эти были на площади, конечно, разыгрывались во время карнавала. Потом эти все карнавальные дела, трупы бродячих актеров из карнавала поехали по площадям по всей Европе. Вот эти площадные представления, они возникли в противовес ученой трагедии, которая процветала в университете. А ученая трагедия – это всякая, значит, вот греческая – это древность, и римская – это плавцы, наеко, там, понятно, эсхилца, фокола и все прочие ребята. Но самое смешное, что иногда в спектаклях, это не называлось еще спектаклем, называлось представлениями, представлениями вот этих труп бродячих артистов, эти ученые трагедии иногда пародировались. Для кого? Если это для площадной публики. Но ведь на площади в публике может оказаться кто-то, мы же не знаем, кто там под маской. И очень это всем нравилось, что как бы вот с одной стороны вся эта буфонада, все эти подпрыгивания, подмигивания – лацо, лацо, лацо – это трюк, это трючок, это может быть пантомимный трючок, может быть акробатический, еще что-то. А с одной стороны мы развлекаем простую публику, а с другой стороны мы пародируем вот эту вот комедию, трагедию, комедию классическую. Поэтому там, конечно, в этих представлениях в какой-то момент уже возникает сюжет. И сюжет, как правило, очень простой. Есть двое влюбленных, которым надо соединиться, а им мешают. А кто им мешают? Старики-родители и слуги, пронырливые их или этих родителей. Вот так складываются квартеты масок. На самом деле масок великое множество в комедии «Дель арте», но основные – это венецианский квартет масок, это Орликин, Бригелло, Панталоны и Доктор. Одни мужики, прошу заметить. Вот. А в Неап… А? Так все-таки. Так все-таки, да, мужики. Но не потому что… Почему одни мужики, сейчас расскажу. А в Неаполе южный квартет масок – это Скоромуш, Пульченелла. Пульченелла – это Полишинель, у которого секрет. Наш Петрушка отсюда же. Вот. Вот он пришел из Италии, через Францию сюда. Капитан – очень интересная маска, потому что это человек, который… Он итальянец, но он разговаривает с испанскими словечками и даже иногда с испанским акцентом, потому что он там в Испании был. Он там воевал, потом он пришел обратно и принес сюда эти словечки, как этот «На тюрлях» Маргарет Павловна. Вот это абсолютно… Вот на самом деле Савва Игнатьевича Покровского хворотка – это совершенно абсолютная маска капитана. Да, из комедии «Дель арта». Да, там вообще все классно раскладывается на комедии «Дель арта». Так же, как, например, «Скалозуба, горе от ума» – это тоже он, потому что он там хвастается боями, которых он никогда не был. Да, в Неаполе аналог «Орликино» – это «Кавиелло», «Пульченело» – аналог «Бригелло», а в Неаполе еще есть интересный товарищ-чиновник. Есть такая маска чиновника. Это «Тарталья», он заика, потому что он все время заикается. А почему он заикается? Это денег просит, боже мой. Коррупционер. Это очень такая неаполитанская масочка, потому что, да. А вообще, как бы самые главные маски, которые мы знаем – это «Орликин». «Орликин» – это слуга. Интересно, кстати, что первый раз «Орликину» упоминается в комедии «Данте», в божественной комедии, как бес. То есть, еще эти маски вышли не только из ученой трагедии, они вышли еще и из религиозных мистерий. Потому что, откуда они там взялись? Вроде, казалось бы, Христос родился или наоборот вознесся. А там есть маски бесовские. И вот они наложились на то, что хотели показать как героев нашего времени и так далее. И вот «Орликин» – это такая продлевая маска. Вторая маска – «Бригелла». Он тоже дзань, тоже слуга, но он не чей-то слуга, а он просто обслуживающий персонал. Он ИП, индивидуальный предприниматель. У него есть таверна, у него есть гостиница. То есть, это такая уже… И он хитрее, он чуть умнее. А еще он классно поет. То есть, вот если мы видим маску поющую, то это, скорее всего, «Бригелла» или «Скарамутчер». Он тоже поет. Это его аналог. Женщин очень мало в трупах. Почему? Потому что, на самом деле, они не рискуют путешествовать по дорогам. Много разбойников. И эти мужчины, которые актеры мужчины, они ездят по дорогам, но они все время с обнаженными мечами идут около полоски. Особенно, если там есть женщины. Женщины, как вы понимаете, все-таки возникают иногда. Так случается. И тогда они изобретают себе сами маску. Например, маска ведьмы возникает, если… Вообще, пожилые женщины чаще примыкают к актерам, чем молодые, по понятным причинам. Чтобы разбойники меньше, значит, зарегисть. И вот появляется маска ведьмы. Почему? Но это уже опасно. Потому что за пропаганду колдовства могут и зажать. Поэтому никогда ни одной маски нету маски священника. Хотя, казалось бы, да? Герой нашего времени может быть. Но ее никогда нет. Ее просто не бывает. Потому что греха подальше излучения нет. Но основной сюжет… Это штраф. Два костра. Два костра вне очереди. Вне очереди. И кто играет этих женщин, если это не молодая женщина, как правило, молоденький мальчик. Они переодеваются. И отсюда уже традиция шекспировского театра, где женщины в общении. Но это происходит чуть позже. Это уже 17-й век. Конец 16-го, начало 17-го. А это история вся 16-го века. Комедия Дель Арте. Панталоны. Кто такой Панталоны? Это отец, как правило, молодой возлюбленный. Он мешает этому браку по каким-то своим причинам. Потому что он хочет быть дочкой забогатого. А она влюбилась в какого-то бедного. И у него есть друг-доктор. Друг-доктор – это совершенно прекрасный персонаж. Вот он как раз и есть пародия на ученую трагедию. Он, как правило, богослов. Он доктор наук. Он не доктор-врач, а он доктор наук. И он обычно все время разговаривает по-латыни. Но, как правило, не к месту. То есть уж он говорит по-латыни, что вообще не говорит. Но никто не понимает, поэтому он, значит, сходит за ученым. Он ног жрет и разговаривает по-латыни. Публика. Ей очень скучно, когда влюбленные разговаривают между собой. И ей нравятся старики и слуги. И она просит стариков и слуг. Поэтому они популярны. Дальше священники начинают запрещать комедию Дель-Арте. Сначала в Венеции, потом по всей Италии. Почему? Конкуренция. Конечно. Потому что идут не в церковь, а идут в судьбу. Бесовское топталище! Актеры считают, что маска, которую они выбирают на нас всю жизнь, так считают актеры. Это маска их выбирает, а не анимаску. И, как правило, они в этой маске с самого начала своей актерской карьеры и до самого конца, амплуа. Да? Как какой-нибудь к***, из которого сыпется песок, все равно герой-любовник. Это ничего с этим не сделаешь. Геморрой-любовник. 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 И ты, как у тебя 70 за... На, ничего. Но дело в том, что у Орликина-то маска была. Пр***ь, надо будет вырезать. Минутка дали, сначала. Да. На самом деле, в наше время, в театре Пикколо де Милано идет спектакль Орликина-слуга двух господ по Гальдоне. Хотя у Гальдоне это Труфальдино. Но Труфальдино это имя реального актера, который потом был настолько популярен, что это стало фактически нерицательным. Это стало маской. Таких много. Например, Скоромуччо тоже это фамилия. Потом он стал Скоромуччо, Скоромуч. Потом уже другой Скоромуч, который уже не Скоромуччо. приехал во Францию и у Скоромучча Нового учился Мольер, например, актерскому искусству. Вообще, когда итальянцы со своей комедии Дель-Арты приехали в Италию, вообще-то все называлось комедией Итальян. Комедии Францесс возникло противовес комедии Итальян. Не было никакого французского театра. Я говорил про маску Орликина. Так вот, когда маска была, можно было до старости быть Орликином. Сейчас живет человек, ему уже сильно за восемьдесят, до восьмидесяти двух он играл Орликина. Он ходил на руках, он кувыркался. Его зовут Ферруччо Салейри. Совершенно потрясающий мужик. И он работал в театре Пикова-де-Милана, играл Орликина «Слуга дву господ», играл Орликина. И когда в конце снимал в Москве, оказывается, это старик уже в девяностые. Его привозили в Москву этот спектакль. Совершенно удивительно. Есть запись в интернете, поищите. Был театральный фестиваль. Да-да-да. И это еще он играл. Он уже сейчас не играет. Все. Но до восьмидесяти двух лет он ходил на руках. Он делал сальто. Ну, все что угодно. Все классические ладцы. Совершенно потрясающий мужик. Значит, комедию де лярты убили священники. Ну, они убили вообще театр. Ну, это им не по зубам. Нет. Не убьешь. Но именно комедию де лярты. Там же никогда не было пьесы. Но они не прокляли актеров. Они прокляли актеров. И не хоронят их. Да. Все это есть. Но в комедии де лярты никогда не было спектакля. Всегда были намеки. Импровизации. Да. Был некий сценарий, некая канва. А потом мы сделаем вот так. А потом вот давай ладцу с мухой сделаем. Да. А, ладцу с мухой. Это какая-то вот эта вот. Да, да. Отлично. А почему она там? Ну, потом вырулим на сюжет. Им же важно поржать. Деньги дадут. Все хорошо. Поужинаем. Ну, вот. Главная импровизация. И комедию де лярты убили два анти-папы Карла. Карла Гальдони и Карла Готци. Это два человека. Они вот очень друг с другом воевали. Они кричали, ты убиваешь комедию де лярты. Ты убиваешь комедию де лярты. Ты убиваешь комедию де лярты. Они оба ее убили. Каким образом? Карла Гальдони убил комедию де лярты с литературной точки зрения. Он стал писать пьесы. Вот. Трактирщица. Привязал. Да. Все. Привязал к тексту. Все. Привязал к тексту. Очень были недовольные актеры. А некоторым, наоборот, нравятся. Ну, тем, кто не так были талантливы в импровизации. А что сделал Карла Готци? Да. Дело в том, что Гальдони, он был адвокатом по первой своей профессии. Поэтому ему надо было, чтобы четко было написано заранее, что говорить, что делать. Вот. А Готци был актером из актерской семьи. И он оставил, например, «Любовь к первым апельсинам». Нет такой пьесы. Есть только намек, наметки сюжета. Но он с точки зрения психологизма стал это разбирать во всех своих королях-оленях. То есть он добавил, он убрал масочность. Они перестали быть схематичными, эти персонажи. Потому что «Король-олень» мы очень хорошо помним. Да? «Тарталья», который вдруг срывает маску и говорит, что мне надоело быть злым. Ну, то есть, начинается психология. И вот в таком виде это все… Очень это все полюбилось, во-первых, актерам проще, играть интереснее. А во-вторых, зрителям. Потому что понятно, что меньше пауз, меньше каких-то провисаний. И вот в таком виде это все пошло во Францию. Из Франции это все пошло в Россию. Там граф Разумовский все это привез. И еще про одну маску, потому что обычно спрашивают, когда я много раз читаю эту лекцию. Обычно спрашивают, а где же Пьеро? Где же Пьеро? А, кстати. Нету Пьера. Пьеро возникает во Франции. Есть у него прототип, певец-меланхолик в неаполитанском каноне масок. Его зовут Педро Лийно. Но вообще эту маску придумал актер 19-го века. Он француз. Его звали Батист. Я не вспомню фамилию, к сожалению. Но про это есть чудесный фильм «Дети Райка», снятый в 1945 году, снятый, покупированный немцами Франции. Фильм офигенный. Очень рекомендую. Там просто про него написано. Вот. Комедия Дель Арте – это ужасно интересно. Да, не сказал одну вещь, которую очень хотел сказать. Про то, что актеры, когда входили в город, понятно, что им нужно было показать свое искусство акробатов, мимов, буфонада, хождение по канату, сальто. Рассказать историю этих Джованни Амороза – понятно. Но еще им нужно было это сделать актуально. Актуализировать для местных жителей. Поэтому первое, что они делали – они шли по трактирам и выясняли новости. Они выясняли новости. И когда они выясняли, что вот там какой-то товарищ побил священника, купив перед этим имбельгенцию, это все становилось, ты понимаешь, да? Это все становилось тут же частью импровизации на следующий день. Кстати, классно это показано в опере «Поятцы», конечно. Когда они входят в город, они осматривают всеми, раскланиваются, потом на все смотрят, а в одиннадцать представления. То есть у них еще будет время, что там прям ария – «Вен дай три овре» он поет. То есть на самом деле это актуальный такой театр, почти как театр ДОК. Ну да. Такой комедий-клаб. Ну, фактически. Да. Не всегда стендап. Они могут это и разыграть как сценку. Запросто. То есть есть некая история, которую могут это разыграть как сценку. Ну, понятно. Потом это стало очень модно у всяких миорховедов, ахтанговых и так далее. И таким образом это дошло до сих пор. Интересно, что иногда даже глядя на американские какие-то сериалы, я вдруг понимаю, что они абсолютно точно раскладывают по маскам. Абсолютно точно Покровские вороты расложены по маскам. Просто вот… Сложно изобрести и велосипед, когда он был… Да, нет, но там иногда… Изобретен намного раньше, чем… Иногда до текста. Вот когда там Сава Игнатьевич, когда я вдруг понял, что он же капитан. Это же вот про натюрлих, вот эти идиоты. Ну вот. При этом симпатичные. Они же… И все это, конечно, сделано с любовью. То есть там никогда… Например, в пьесе «Орликин, слуга двух господ» в этом спектакле Джорджа Солери, панталоны, которые вообще, ну, мерзейшие, скупейшие, отвратительнейший тип, вдруг начинают вспоминать молодость. Там лиричнейший монолог о том, как он в Турине, как там было прекрасно, неожиданно. Ну, вот. Поэтому я не выдержал написал пьесу о коммене Далерта. И вот уже прям… И следующий раз… Так хочется просто ее послушать. Снова за мной. Давайте в следующий раз, да. Она прекрасна. Спасибо. А ее никто не слышал. А можно я сделаю маленький анонс такой? Давай. Выдем. Выдем. Одну секундочку. Вы себе даже не представляете, что лежит в основе этой пьесы. Я только одну фразу скажу. Скажу, что, господа, вы же все помните, «Буратино», «Папа Карло», «Золотой ключ», все такое. А кто-нибудь может ответить, а откуда у Папы Карла за очагом театр взялся? Вот откуда? Приходите послушать. Вопрос, скажите, «Докладчик». Скорее, дополнение. Давай. Да, до того, что у них сцена еще была совсем не такая, как сейчас, потому что выпить со всех сторон, и она ближе к тому английскому театру «Глобус», и закидывать смогли. Могли. Да, то есть понятно, чем закончится. Ну, мы могли, можно еще добавить, что поскольку ремеслом актера не шибко заработаешь, они еще подрабатывали иногда, известно, чем особенность у девушки были в трубе. Да и не только. Да и не только, а девушки, да. Так все же. Еще они подрабатывали тем, что они были аптекарями, они продавали всякие снадобья, особенно если ведьмы были в трубе. То есть нет, у них было много занятий, конечно. По идее, они должны были рисовать. Они рисовали все свои задники, все свои свои делали. По идее, в этом была какая-то и политическая струя, потому что если они шатались из города в город, из провинции в провинцию, то шел обмен новостями, в том числе и через них. Да, да. Сообщение не было, наверное, такое уж прям хорошее. Мессенджеры на колесах. Да, с мессенджерами в кнец рисковали. Но они могли что-то рассказать. Вот, скажем, в Гамлете же есть тоже об этом, когда приходят актеры, и они играют убийство Гонзага о том, что произошло в Вене. То есть они ту историю рассказывают здесь. То есть это еще и такая газета даже. Новостной агрегатор. Да, да, да. Ну, а как? Ну, с другой стороны, что? Если даже ядерная кнопка сработает, драматургия не изменится. Все равно найдутся люди. Я думаю, среди нас будет какое-то количество, которые сядут в кибитку. Конечно. Придумают себе маски. До Парижу ехать месяц. Да, из Ленина до Парижу ехать месяц. А можно про капо-комика поподробнее? Капо-комику. Капо-комику. Ну, понятно, слово понятно. Капо. Мы все знаем из крестного отца это слово. Это глава. Глава комикова тоже, понятно, слава богу. Капо-комика это в труппе человек, который разбирает сценарий. Это именно называется сценарий. Это и есть сценарий. Эти любят друг друга, но не могут быть вместе, потому что панталоны с доктором не могут договориться с поводу наследства. Он сочиняет предлагаемые обстоятельства. Да, да. Сознание режиссера. И дальше. И дальше. Нет, они могут брать какие-то тексты. Они даже, более того, они могут брать ученую трагедию. Это вполне образованные люди. Они могут брать. Но дальше наверчивать на это лаццо с мухой. Лаццо с макаронами любимые. Когда, значит, классические есть лаццо. Когда Бригелла и Орликина связывают с спинами друг к другу, они хотят есть. И перед ними есть тарелка с макаронами. Один, второй, и все ржут не могут, потому что он падает, они переворачиваются. Тарелка на них сыпется сверху. Да, это классическое. То, что там Райкин делает с этим пудингом, с супом. Это абсолютная классика. Это то же самое делает Джорджо Ферруччо. 250 евро стоит на галерку билеты. Заказывать надо за два года. Ну, в общем, Джорджо Стеллер давно умер, а они играют, продолжают играть. Так, а когда мы 300 лет назад смотрим, читаем, слушаем? Ну, в следующий раз я уже просто... Ну, я спрашиваю в следующий раз. Ну, назначим. Все. Все, зовем. Все записи... У секретаря. Чтобы было полегче, даже каждый возьмет котомочку. Да, вы выберете. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Это интересно. Когда-либо они будут находить каких-то свежих, таких необычных подходов.